Ивановские кудаисты озолотились. Снова. На этот раз с крупнейших соревнований страны первенства России воспитанники титулованного Эдгара Коляна привезли три золотые и одну бронзовую награду. На самом деле из всех округов были только первые номера. То есть первые, вторые, которые в своих округах стали первыми, вторыми ребята. Они сейчас представляли свои округа и поэтому на фоне того момента, который у нас происходил, то все понимали, что нужно обязательно попасть первым, чтобы попасть на чемпионат мира. Среди победителей двое прошлогодних золотых призеров первенства страны. Напомним, тогда ивановцы тоже завоевали три золота. Артем на этот раз выступал в категории 270 единиц. Решающим фактором для него, помимо изнурительных тренировок, оказалось желание повторить свой прошлогодний триумф. И ему это удалось. Но это не значит, что теперь можно почивать на лаврах. Надо трудиться дальше и дальше. Тренироваться надо. Потому что многие люди мечтают поехать на меры. Хоть побывать там. Мне кажется, тренироваться надо. Саша за год очень изменился, возмужал. В этом году ему хотелось одержать еще одну победу, подтвердить успех. Но главным стимулом оказалась возможность поехать в Японию и сражаться на одном татаме со своим кумиром. А по совместительству тренером Эдгаром Коляном. Соперники были очень всесильные, особенно из Дальнего Востока. Они там ближе к Японии, тренируются очень четко. Они самые сильные. До этого они всегда брали командные места. А теперь Сфо берет свое. Юсупу пришлось тяжелее всего. Четыре года назад он уже стал чемпионом России. А потом серьезная травма спины и годы восстановления. Это первый год, когда Юсуп вернулся к тренировкам. И первые такие ответственные соревнования. Выступать пришлось, превозмогая боль. На недавнем первенстве Сфо Юсуп травмировал палец ноги. И это не помешало на пути к цели. Было очень тяжело. Четыре года не выступал. И тут за месяц подготовки на Россию было очень тяжело. Каждый день готовились. Каждый день были по две тренировки, по два часа. Теперь все трое юношей – двукратные чемпионы страны. И все трое завоевали шанс поехать в Японию на чемпионат мира. Вот только турнир еще только в ноябре. До того момента каждый день чемпионам придется доказывать. И тренерам, и себе, что они достойны представлять нашу страну. Случайных людей на чемпионате мира не будет.